После вчерашнего проведения пикета я приехал к себе в офис общественной организации, вышел купить воды для кофе, бутылированной. И по дороге к себе был нанесен сзади какой-то удар. Я когда открыл глаза, никого рядом не было уже, и шагов сзади я не слышал. Кто бил, что бил, зачем бил, мобильный телефон, деньги, все у меня было на месте. Единственное одно, что я точно знаю, что я шел за бутылированной водой, но когда возвращался обратно, воды у меня не было, но не отбирали, что у меня воду. Вот вопрос, сегодня я приехал в институт неотложной хирургии, прошел осмотр, мне дали направление, Мне дали направление, сделали рентген полностью, дали направление на поликлинику, на амбулаторное лечение, нервопатолог, будут проверять все. Но я честно говоря, я не знаю, вот состояние какое-то рассеянное. Я вот когда выходил с 4-й неотложки, с института неотложной хирургии, у меня в руках был паспорт и этот самый телефон, и вот взял, ну, рассеянное, и оставил паспорт, потом пришлось возвращаться обратно. Так что ударили очень сильно, чем били, как били, я не знаю. Мы вчера по телефону с вами говорили, вы говорили, что считаете, что удары были нанесены профессиональные. Да, почему? Потому что, понимаете, здесь такая ситуация, я вот одет специально, надел то, что было надето вчера на мне. У меня только одна точка, это значит били так, что я встал на колено, я не валялся нигде, головой не бился об это самое. Но чем нанесено вот здесь, неизвестно. Скула, она не сломана, ничего, ну, сознание потеряло. У меня выпало, выпало с промежутками, где-то часов 8. Я нормально себя чувствовал. Я пришел, когда встал, я не знаю, сколько времени я так сидел на этом колене, может, 5 секунд, может, 20 минут. Но 8 часов, отрывами. Я помню, как я пришел к себе в офис, потом смотрю время, уже пора домой. Хорошо, а скажите, вот вы являетесь председателем общественной организации, да, вы могли бы рассказать, вот просто, чем занимается ваша общественная организация? Дело в том, что, да, общественная организация занимается... Как называется? Есть все достоинства, мы помогаем, ну, как и все общественные организации, это общественно-политическая организация, мы занимаемся как помощью гражданам, так и жизнью, жизнью в обществе, политикой, политической деятельностью. Но один вот из моментов, кстати, который мог быть, буквально полгода назад к нам обратился человек, у него мошенническим путем отобрали квартиру. Наша общественная организация помогала ему вернуть квартиру законным путем через суд. Все ему вернули, и вчера, вчера я встречался с этим человеком. После того, как приехал сюда, вот отсюда уезжали когда, пошел дождь, мы приехали, я встречался с этим человеком, и приблизительно на том же месте. Понимаете, сказать, что это из-за того, что я ему помог, кто-то меня с ним увидел, ну, тоже я не могу, понимаете, дело в том, что это должно установить следствие, кто, если найдут, то найдут, нет, нет. А вот странное, то есть мы не можем сейчас ничего не утверждать, я думаю, что этим будут заниматься правоохранительные органы, видимо, вы подадите заявление, да, в милицию. Ну, уже меня взяли. Вы знаете, вчера устное заявление, вы вчера сделали в подрайоне, да, сегодня. А вот это совпадение, то, что именно после проведения мероприятия, которое вчера было здесь, и, ну, вот по моей памяти, это, наверное, было одно из первых мероприятий возле ЦКБ-5, которое было направлено, скажем так, не на поддержку Юлии Владимировны Тимошенко. То есть там был, ну, как пикет, говорили о равных, о необходимости обеспечения равных прав для всех заключенных, о том, что Тимошенко пользуется привилегиями, что, ну, это незаконно и все остальное, и вы были на этом пикете. Вот, как вы считаете, можно это связать или нет? То есть, понятно. Ну, связать можно все, понимаете, у меня как такого врагов нет. Вообще, тут вот ситуация, понимаете, здесь, кто меня, за что меня бил, понимаете, телефон, он недорогой, но он остался у меня в руках. Деньги остались у меня, у меня никто ничего не украл. Здесь вот вопрос, зачем бить? И бить именно, ну, как я считаю, это делали не пацаны, это делали профессионалы. Почему? Потому что ничего не сломано, но выпасть на 8 часов из жизни, ну, я не знаю. Ну, я знаю, что, как бы, у вас там биография такая, что, в общем-то, и с правоохранительными органами были связаны. Дело в том, что, да, опыт у меня есть, все, понимаете, дело в том, что я почему говорю, что обычный дилетант, даже маломайский спортсмен, он бы не смог со мной такого сделать. Почему? Потому что я вообще осторожный человек. Но это было настолько, ну, как бы, для меня неожиданно, неожиданно, что, ну, вот так и получилось. Я понял, Сергей Ильич, ну что, можно будет сфотографировать, но сейчас вот, да, и сказать, вот что они в основном там написали? Ну, ушибы. Ушибы. Но я же буду дальше проходить этот самый амбулаторный. Понимаете, я не хочу ничего плохого сказать в институте, что институты четвертой неотложной хирургии, но вот, моему это же моему. Нет, ну, они сделали рентген, они проверили меня, чтобы не было, понимаете, это еще одно, чтобы не было переломов, там, трещин. Это еще одно доказывает, что после таких ударов, ударов, что голову повело, дело в том, что вот я вот сейчас буду стоять ровно, вот ровно. Это они мне сказали, врачи. А у меня, получается, я не могу голову поставить на место. Вот такой был удар. Как это? Это что это? Понимаете, это подозрение, подозрение там на трещин. Ну, а вот вы после этого не прекратите свои общественные дети? Нет, конечно. Чего можно бояться? Ну, понимаете, дело в том, что, если это даже со стороны тех людей, которых мы, что мы думаем, то, ну, что я могу сказать? Ну, наоборот, это бороться. Как это? Вот ваша задача общественной организации, ну, я все-таки вижу, что идет активная работа. Это связано с вашей жизненной позицией, с каким-то опытом? Ну, понимаете, дело в том, что если уже человек, если уже человек делает, ну, регистрирует общественную организацию, есть группа людей, которые хотят защищать свои права, ну, я думаю, что общественная организация должна работать. А те люди, которые регистрируют для каких-то других целей, там, одноразовых акций, либо поддержку каких-то определенных политиков, ну, это их не... личное их мнение. Понимаете?